Секреты успеха Азербайджана, причины провалов Армении. Все познается не только в сравнении, но и по истечении времени. На днях в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Завершилась она очередным дипломатическим триумфом отечественной дипломатии, что сквозь зубы вынуждены признать даже так называемые реваншисты в Армении. Что произошло дальше? А дальше Никол Пашинян отправился в Ереван, чтобы услышать в свой адрес огромное количество обвинений, по форме больше напоминающих проклятия. И уже в субботу его ждет новое испытание в виде анонсированного оппозиции и митинга в Ереване. Каким будет его итог, покажет время. Но фактом является то, что в своем нынешнем состоянии Армении никому не интересно, что и подтвердил даже депутат от оппозиционного блока Армении Андроник Тиванин. После сорока четырехдневной войны Армения значительно потеряла свою субъектность в международных отношениях, а в Арце Айо — государственность. Сейчас мы видим, что Армению пинают, как футбольный мяч с одной стороны турки, с другой — из Брюсселя, с третьей — из Москвы, констатирует он. И это правильный вывод. Армения действительно никому не интересна, являя собой классический пример несостоявшегося государства. А вот Азербайджан год за годом закреплял за собой статус лидирующего государства Южного Кавказа, в углублении отношений с которым заинтересованы все ведущие страны мира. И визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в очередной раз это доказал. Глава нашего государства принял участие в организованном в городе Чернабби мозговым центром «Европейский дом», амбразете 48-й международном форуме на тему «Взгляд на мир», Европу и Италию и сценарий настоящего и будущего для конкурентных стратегий. Президента Азербайджана в качестве главного гостя форума лично пригласили президента Италии Серджио Матайола, председатель Совета министров Италии Марио Драги и Мозговой центра Европейский дом «Амбразете». Там же, в Чернабби, президент Ильхам Алиев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской республикой и Королевством Саудовской Аравии Халидом Ибнабдель Азизом Аль-Фалихом. Ну и наконец, глава нашего государства дал интервью итальянской газете «Иль Соул 24 Ор». То есть, президент Азербайджана использовал свой визит в Италию для укрепления и без того очень динамично развивающихся отношений с этой страной, для рассказа итальянской общественности и деловым кругам о новых реалиях нашего региона и об экономических возможностях нашей страны, для рассказа читателям популярной итальянской газеты обо всем, что является важным для Азербайджана и для встречи с министром инвестиций Саудовской Аравии, что также очень важно как для развития двусторонних отношений так и для консультаций по поводу ситуации на мировом рынке энергоресурсов. И вот, уже достигнута предварительная договоренность о визите ряда саудовских компаний и деловых людей на освобожденные от оккупации территории до конца нынешнего года. Безусловно, данный визит и ожидаемые в его результате саудовские инвестиции в освобожденные территории Азербайджана, очень важный шаг как для настоящего так и для будущего нашей страны. Перед нами показатель не просто кропотливой, но и плодотворной работы президента Ильхама Алиева во благо Азербайджана, вынужден озвучить очевидную истину, но нигде и никогда политический, экономический и военный успех не приходит случайно и сразу. Все это — итог огромной многолетней работы во благо страны. Имидж Азербайджана, как надежного поставщика энергоресурсов, также ковался годами. В мире есть немало государств, имеющих свои нефть и газ, но именно Азербайджан является страной, которая на протяжении столь продолжительного исторического отрезка успешно их добывает и реализует на внешнем рынке. Слово президента Азербайджана равно официально подписанному с нашей страной договору. Это знают во всем мире. В чем секрет успешности нашего государства? Ответ на него дал президент Ильхам Алиев. Мы никогда не приспосабливались под политику наших больших соседей. У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому я думаю, что мы успешны, заявил глава государства. И это правда, известная Италия и всем ведущим мировым державам. Это то, что легко произнести, но чего трудно добиться. Это то, благодаря чему Азербайджан является ведущим государством региона, тогда как Армения остается чемоданом без ручки.